ты помнишь как все начиналось все было впервые и вновь всем привет сегодня я расскажу вам о наших мотопутешествиях в общем то все началось еще много лет назад когда вы купили наш первый мотоцикл suzuki bandit 90 по моему второго может быть даже первого года выпуска он конечно для моего путешествия вообще не подходил он больше стоял во всяких ремонтах чем ездил но он до показал нам что можно ездить хотя бы чуть-чуть на мотоцикле и после этого почти сразу после бандита когда мы поняли что на нем далеко не уедешь мы купили себе очень классный мотоцикл honda transalp 650 это мотоцикл вообще идеальный для путешествий он большой у него высокая подвеска на нем комфортно можно сидеть вдвоем плюс можно разместить еще сзади багаж и вот тогда мы уже начали ездить почти сразу после покупки мы поехали в наше первое хоть и небольшое но мотопутешествие мы поехали из днепропетровска где мы живем в букский каньон это примерно сколько там километров ты не помнишь вот примерно 500 километров тогда у нас не было ни кофров для как бы нашего багажа не какой-то супер мотоэкипировки но нас сейчас ее в принципе нету я потом чуть позже расскажу но тем не менее мы поехали туда классно добрались там переночевали в палатке и поехали обратно и нам понравилось и после этого мы поняли что можно на мотоцикле путешествовать и на дальние расстояния и уже следующей весной мы собрались на майские праздники поехать в европу но для этого нам надо было купить кучу всякого снаряжения как бы мотоэкипировку снаряжение для поездки и все вот этого все что нужно для поездки кстати у нас на сайте ссылочка будет в описании есть классная статья где я написал вообще подробную инструкцию для тех кто собирается ехать в мотопоездку мотопутешествие что надо с собой брать что стоит что не в общем переходите по ссылочкам потом почитайте я думаю будет очень полезно а тем временем первое что вам нужно для мото поездки это шлем конечно же и мотоэкипировка в то время в то далекое время наверное такой был год 2009 может как думаешь плюс мин вот это был наверное 2009 год еще не было так много магазинов с мотоэкипировкой где можно было все купить но у нас были секонд-хенды где можно за небольшие деньги купить офигенные вещи вот эту вот куртку я купил кстати модная куртка и экссе с защитой на локтях на спине водонепроницаемая с мембраной я купил ее примерно за 3 доллара за 25 гривен и я в ней отъездил лет 10 очень классная куртка мне нравится миллион карманов нигде не задувает не затекает класс штаны тоже секунда не конечно не такие крутые не такие модные но свою функцию выполняют еще важная вещь мотоперчатки вот в первую поездку я когда ездил я ездил не с этими с другими с такими типа вело перчатками легкими но они были защитой но тоже классные потом опять же в секунде купила такие вот олдскульные кожаные краги мы в них уже ездили и на заполярный круг и по снегу почти ездили и было нормально еще конечно же очень важная вещь это шлем вот на шлеме я бы не стал экономить и ни в коем случае не покупайте его в секунде или бэушный или вообще какой-то ноу-нейм потому что шлем это самая важная вещь которая защищает вашу голову без головы вы далеко не уедете потому что дорогу не видно вот шлем я себе купил вот такой вот очень крутой фирмы icon уже правда модель забыл на чем он мне понравился у него есть вот такой офигенный козырек и когда солнце низко он классно защищает да особенно там на рассвете на закате можно ехать и солнце не слепит да но у такого шлема есть один большой минус на большой скорости вот этот вот козырек создает такие прямо завихрения что голову вот так вот может в разные стороны крутить и надо как бы сопротивляться если ехать быстро и долго то устает шея но зато можно ее накачать и будет шея какую-то как у быка вот тут есть такой встроенный визор еще дополнительно мы к шлему докупили вот такую вот переговорное устройство то есть мы можем с собой на ходу общаться тут внутри шлема я приклеил типа наушники и тут вот торчит микрофон можно нажать кнопочку и связаться с пассажиром или соседним мотоциклом или даже позвонить по телефону в общем очень классно не нужно перекрикивать ветер сворачиваем вправо не что куда вправо а влево хорошо в общем всем рекомендую кто будет ездить в путешествие классная вещь еще очень нужная вещь это вот такой вот костюмчик против дождя в мото магазине его можно купить там за сотни тысяч долларов супер фирмы какой-нибудь а можно пойти в строительный супермаркет и купить вот такой вот строительный прорезиненный костюмчик он на самом деле ничем не хуже от дождя защищает очень круто он яркий со светоотражающими элементами так что вполне подходит как недорогой вариант мы вот таким пользовались заезжали опять же за полярный круг и остались очень довольны так что зачем платить больше следующий важный элемент это кофры потому что все свое барахло на мотоцикле вы будете возить в кофрах вы же не будете там снаружи привязывать какой-то матрас такой перевязанный ремнем полосатый вот поэтому вам нужны кофры кофры бывают разных видов бывают например кожаные металлические текстильные кофры и они как бы подходят для разных типов поездок путешествий если у вас чоппер вам конечно же наверно больше подойдут кожаные кофры а поскольку у нас не чоппер а тур эндуро нам подходят или металлические кофры или текстильные металлические лично мне не нравятся потому что в случае даже небольшого падения не сразу ломаются там теряют свою форму но если вы не падаете на них можно удобно сидеть где-нибудь на привале порезать там колбасу и все такое и плюс они выглядят довольно красиво но есть еще один минус они стоят очень дорого поэтому мы в самом начале подумали зачем нам переплачивать и купили себе текстильные кофры кстати кофры украинского производства уже правда не помню как называется фирма вот такие вот два боковых кофра и вот такой вот большой кофр сзади ставится за пассажиром на мотоцикл и вот у нас в три вот таких вот кофра влазило все наше барахло на поездки в том числе и дальние по несколько месяцев у нас там были спальники палатки посуда горелки вот все 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 у нас влазило в эти три кофра и плюс у нас спереди на баке был такой небольшой рюкзачок в которой мы клали там документы какую-нибудь воду и вот всякие мелочи которые могут понадобиться в течение дня вот эти кофры очень классный тем что нелегкие в них можно запихать столько сколько там но не чуть-чуть как бы могут там принять необходимую форму из туда что-нибудь сбоку еще можно подпихнуть и все как бы вещи у нас туда влазили вот у них есть еще в комплекте такие чехлы против дождя но не правда почти сразу на ветру так вот болтались и развалились на части поэтому позже мы сшили свои чехлы и как бы с ним ездили вот три месяца мы ездили в одной поездке и все было круто поэтому я вот лично для себя выбираю текстильные кофры как я уже говорил в первую поездку как в принципе его все последующие мы брали с собой спальники коврики все что нужно для кемпинга вот как бы нам тема кемпинга очень нравится потому что мы любим ходить в походы на нашем мотоцикле можно заехать в какую-нибудь дичь где нет никаких не отелей ничего и мы можем остановиться посреди поля у нас полный комплект для ночевки мы с собой брали маленькую двухместную палатку ну как маленькую двухслойная хорошая палатка которая выдержит любой дождь у нас был на нее один такой большой коврик туристический но он как бы не совсем туристический мы купили строительном супермаркете такую типа пену пенка утеплитель она не очень толстая на снегу с ней конечно не поспишь но для таких летних осенних весенних поездок вполне подходит ну и спальники у нас были обычные как бы ничего особенного просто какие-то там спальники на плюс-минус температуру плюс 5 может вот так вот собой у нас была бензиновая горелка это очень важно потому что при наличии бензинового мотоцикла и бензиновой горелки у вас никогда не возникнет проблемы с тем что вам не на чем готовить если бы у нас была газовая горелка нам нужно было бы возить с собой газ следить чтобы он не закончился а так мы взяли из бака через трубочку раз налили себе в горелку бензина приготовили обед и все у нас в горелке бензин закончился мы не беспокоимся мы в следующий раз просто перельем еще очень удобно всем рекомендую у нас собой было еще походная как бы посуда такая ничего особенно все стандартно важная вещь нужно возить с собой еще зарядки чтобы заряжать вот это переговорные устройства навигаторы телефоны фотоаппараты поэтому на мотоцикл я сделал еще дополнительно один разъем с прикуривателем куда можно вставить адаптер под юсб и еще один дополнительный разъем юсб где можно прям на ходу заряжать всякие девайсы вот ну конечно все это снаряжение мы не покупали за один раз типа пришли и сразу все купили первый раз мы поехали у нас вообще почти ничего не было ну кроме конечно палаток спальников они у нас с походов есть кофры мы купили потом перед поездкой на майские праздники вот кстати тоже была наша интересная поездка мы собрались на майские праздники поехать по европе покататься тогда еще не было никаких без визов надо было получать визу мы там за три месяца списывались со всякими отелями делали брони там какие-то махинации с подтверждением там а перед оплатой все это документы принесли в консульство ждали там эту визу получали но в результате получили визу и на майские праздники собрались ехать был вопрос а куда ехать у нас было забронировано жилье только в одном месте в кракове в польше в кракове мы там как бы на две недели забронировали себе хостел но ехать на мотоцикле в польшу в краков и там сидеть две недели в одном месте как бы не интересно поэтому мы получив визу немного перепланировали поездку у нас дома на стене висела большая карта европы и мы как-то вечером сидели и смотрели куда бы мы могли еще поехать на мотоцикле ну там добавили к польше еще кусочек чехии можно было заехать в прагу попить пиво куда-то там в австрию мы хотели в горы заехать а потом смотрим а там уже вроде как и до венеции недалеко и думаем а чего бы нам не доехать до венеции ну сказано сделано спланировали маршрут и поехали поехали мы значит из украины тут самая большая проблема в таких мото путешествиях по европе это добраться из украины из нашего города днепр до европы потому что на самом деле там тысяча километров а вот этим вот украинским дорогам с ямами за сутки начни за день в световой у нас ни разу не получилось доехать от днепра до границы вот мы обычно ночевали где-то там по дороге или возле львова или еще где-то в общем поехали мы до границы все вроде вроде более-менее нормально но по дороге у нас возникает странная проблема с мотоциклом симптом очень необычный по крайней мере для меня но с тем что мы купили мотоцикл вот буквально полгода назад и ездили на нем один раз потом была зима как бы особо никуда не поездишь и вот на майский мы едем только даешь чуть-чуть газа ну там например 100 110 мотоцикл начинает как бы сдуваться вот как будто не знаю ну не едет и все опускаешь скорость до 60 вроде более-менее опять разгоняешься и ничего и непонятно но мы уже вечером остановились на ночевку утром просыпаемся вообще не заводится мы его так покрутили с разных сторон потолкали вроде завелся поехали опять же разгоняешь до 110 начинает ехать плохо тормозишь лучше ну что делать мы связались с нашим знакомым у него были друзья по мотосообществу в разных уголках украины он нашел нам каких-то ребят в городе каком в тернополе которые обещали нам помочь мы уже к ним вечером кое-как добрались на этом глохнущем мотоцикле они раскрутили и оказалось что у нас в баке в бензобаке то ли осадок какой-то то ли непонятно что короче вот такой вот черный сгусток там непонятно из чего образовался сконденсировался и он просто забивал карбюраторы забивал всякие фильтры бензин не поступал в двигатель из-за этого как только даешь обороты и скорость вырастает расход топлива вырастает его сразу начинает не хватать как только это немного опускаешь обороты хватает можно ехать дальше в общем они нам очень помогли они помыли нам все вот этот бензобак карбюраторы все почистили после этого мотоцикл работал идеально и мы уже поехали в польшу доехали до кракова там погуляли пару дней потом направились в чехию потом из чехии мы направились в германию потом в австрию там в алипах мы попали под какой-то дождь снег у нас тогда еще не было нормальной мотоэкипировки температура на улице плюс 5 какой-то дождь и снег падает что вы хотите об этом сказать мы насквозь промокли и приехали в кемпинг такой горный в альпах в австрии и спрашиваем а можно вас остановиться конечно можно а в палатке и они вот так сильно удивились что мы под дождем готовы стоять в палатке мы кстати были единственные в том кемпинге кто остановился в палатке ночью температура вообще опустилась ниже нуля утром когда мы собирались ну кстати погода с утра была классная солнечная так что мы как бы особо дискомфорта не испытывали да еще как мне подсказывает оля там был классный теплый туалет а с тем что кемпинг был пустой бы в этом туалете развесили по батареям всем всю нашу одежду она за ночь высохла мы утром одели теплую одежду только с батареи и было очень классно и вот мы выезжаем из кемпинга вокруг такие заснеженные вершины стоят ребята с лыжами с ноубордами и мы тут на мотоцикле едем как бы путешествуем но каждый отдыхает как умеет и потом переехав через альпы мы уже поехали в венецию а там можно ходить в шортах футболки красота вот погревшись в венеции мы потом собрались но и как бы уже время было ехать домой потому что майские праздники не бесконечные там в сумме у нас может получилось ну две недели не знаю может чуть меньше 10 дней вот мы поехали в австрию потом через наверно польшу ночь из австрии мы поехали в словакию потом через польшу обратно же в украину и как бы на этом наша первая поездка на майские праздники в европу закончилась мы вот за эти 10 дней может там максимум две недели это это вряд ли накатали как я помню 6000 километров то есть каждый день мы проезжали такую приличное расстояние еще с тем что мы не каждый день ездили а у нас там были дни отдыха там типа в кракове в венеции у нас был день еще где-то был день так что ездили мы много но было интересно вот как бы это было наше первое такое мотопутешествие можно сказать на дальнее расстояние считаю 6000 километров это довольно большое мотопутешествие конечно по сравнению с тем что у нас было потом это уже считается небольшим я я так считаю что это небольшое но я о нем расскажу чуть позже так что не переключайтесь кстати не забывайте подписываться на канал вот тут снизу будет кнопочка подписки там эти звоните в колокола чтобы не пропустить следующее видео ставьте лайк если у вас есть вопросы пишите в комментариях мы обязательно ответим пока что продолжим и так потом мы на мотоцикле постоянно ездили по украине я вот каждую неделю почти ездил на мотоцикле на дачу на нем очень удобно было возить там всякий урожай можно было на дачу кита кирпичи отвезти там доски в общем мотоцикл очень хороший мне нравится вообще супер потом о интересный был у нас случай мы как-то ехали на мотоцикле в карпаты и попали в аварию да очень смешной случай получился вот ну не не очень смешной конечно да но всякое бывает в общем я что-то зазевался и по украинским дорогам никаких тебе знаков поворотов ничего нет стояла просто машина на поворот по-моему она даже была без сигналов поворота ничего такого не было я думаю она просто медленно едет хотел ее обогнать слева она вдруг начала поворачивать и мы в ней к ней взад влетели перелетели через машину ну как бы отделались можно сказать не то чтобы легким испугом но сравнительно легко отделались там пара переломов разбитый мотоцикл в общем все живы и относительно здоровы да так что внимательно ездите не зевайте не считайте ворон по дороге и да не превышайте скорость и будет вам счастье вот после этого нам пришлось купить другой мотоцикл мы долго думали какой мотоцикл нам выбрать и не придумали ничего лучше как купить точно такой же honda трансальп 650 потому что по моему мнению на то время это был один из самых лучших мотоциклов для путешествий сейчас конечно есть всякие там о honda выпустила недавно новую африку twin вот по моему классный мотоцикл для путешествий даже лучше чем трансальп потому что он тупо мощнее у него есть всякие а б с и стабилизации на то время ничего этого не было был просто железный мотоцикл без всяких там ваших вот этих новомодных компьютерных штучек следующая наша большая поездка на мотоцикле была опять же на майские праздники у нас такая как бы почти традиция и поехали бы опять же в сторону европы но на этот раз мы не катались там где-то не пойми где на этот раз у нас было все более-менее сконцентрировано в одном месте в общем то мы поехали в закопаны для того чтобы походить по татрам и у нас есть сейчас куча видео на канале о татрах там всякие восхождения трекинги поэтому не стесняйтесь проходить в описании будет куча ссылочек вот тут будет одно из них и собственно да вот мы как бы приехали на мотоцикле в закопаны мы когда ехали там вообще снег шел но у нас на то время уже было более-менее нормальная мотоэкипировка так что мы не сильно страдали по пути ну как бы да вот тоже было интересно мы там проехали по горным дорогам с красивыми видами все было классно нам очень понравилось но показалось мало поэтому мы начали планировать что-нибудь побольше а что можно побольше в европе спланировать самый большой вариант это объехать по кругу всю европу например доехать из украины до мыса рока в португалии потом поехать на нордкап в норвегии за полярным кругом и вот так вот по периметру объехать всю европу я думаю что это в европе сложно придумать что-нибудь больше как бы европа просто закончилась можно поехать конечно в африку но это совсем другая история и мы решили все таки вот так вот объехать вокруг европы ну заложили на это чуть больше времени это у нас ушло примерно три месяца двадцать тысяч километров девятнадцать стран так что да не пропустите следующее видео я думаю будет интересно где я расскажу подробности о нашей этой поездке все там скандалы что у нас интриги расследования правда такого ничего не было просто там пара поломок несколько падений в общем я думаю будет интересно подписывайтесь и до новых встреч до новых встреч